Снова добрый день, друзья, с вами программа Живое Слово, и мы продолжаем говорить, мы продолжаем разбирать с вами Библию. Так прекрасно, так прекрасно, друзья, когда в твоей жизни ты просыпаешься утром, и может быть день не такой ясный, день не такой светлый, может быть пасмурное какое-то настроение или что-то еще. Вы знаете, я сегодня, я понимаю, я вполне осознанно, я понимаю и я ценю то, что я с Богом. Я открываю Библию, и я начинаю читать, и в моей жизни, друзья, совершенно другая реальность, совершенно, все совершенно по-другому. Я приглашаю вас вместе со мной открыть сегодня вашу Библию, я приглашаю вас каждый день открывать Библию, разбирать программу, разбирать вместе с программой Живое Слово, Живые Слова из Живого Слова Библии. Кстати, если вы еще не подписаны на этот плейлист, я советую вам под этим видео, вы можете нажать, подписаться, вы можете нажать колокольчик, и вы будете получать уведомления. Кстати, в этом плейлисте более 300 уже видео, и каждый день вы можете наполнять Божьей радостью, Божественным Светом, вы можете наполнять каждый день своей жизни. Мы продолжаем с вами, друзья, разбирать Евангелие от Марка, 6 глава. Мы будем читать сегодня с 45 стиха. Это следующий стих, который следует или начинается сразу после истории, как Иисус вместе со своими учениками накормил 5000 человек. Итак, Евангелие от Марка, 6 глава, 45 стиха. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед, на другую сторону к Ифсаиде, пока он отпустит народ. И отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он, Иисус, один на земле. И увидев их, бедствующих в плавание, потому что ветер был им противный, около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал, ободритесь, это я, не бойтесь. И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились. Вы знаете, друзья, эта история очень интересна, потому что в этой истории, опять же скажу, мы должны с вами понимать о том, что здесь есть Бог, который наполнял сердце Христа, который через Него служил, который через Него являлся. Христос позволял Отцу явиться. Явиться, чтобы люди могли увидеть и могли понять о том, что вера в Бога это не просто соблюдение каких-то ритуалов, и так далее, и так далее. Он являл живого Бога. И вот его ученики, которые находились, вы знаете, они находились в демилитаризованной, знаете, в центральной такой нейтральной зоне между Христом, который являет это все, и между людьми, которые вообще не имеют представления, и до конца не понимают, что происходит. И вот Христос является своим учеником. Я хочу сказать, если сегодня вы приняли решение, что вы есть, вы помолились, и вы приняли Христа в свое сердце, вы есть один из детей Божьих, вы его ученик, я хочу вам сказать, точно так же Бог хочет, и он будет являть в вашей жизни себя в различных обстоятельствах. И что мы видим? Мы видим здесь, что ученики, он отпустил их, чтобы они переправлялись на другой берег. Так же бывает и в нашей жизни, ведь мы молимся с одной стороны, мы верим Богу, мы доверяемся Ему, но приходят в нашей ситуации, в нашей жизни ситуации, когда мы отправляемся одни, когда мы принимаем решение, может быть на основании своих сил, может быть на основании каких-то способностей, или связей, или возможностей, мы принимаем решение, я сам переправлюсь на тот берег, я пойду на тот берег, я буду там. И вот мы видим разницу, ученики переправляются, и шторм, ветер, буря, и Христос, который пошел на гору молиться, он видит, что у них проблема, и они приняли его, он пошел к ним, и они приняли его, он вошел к ним в лодку. Так важно, чтобы среди бури жизненной, когда вы понимаете о том, что ваших сил уже не хватает, вашей сил невозможно, невозможно угасить эту бурю, или остановить эту бурю вашими собственными силами, примите в свою лодку Христа, примите в свою жизнь, позвольте Христу стать управляющим, господином, кормчим, капитаном вашей лодки, пригласите его туда, вновь повернитесь к нему, вновь откройте это, спустите, я не знаю, спустите трап, для того, чтобы он мог подняться на борт вашей жизни. Так важно, друзья, чтобы мы с вами научились не делать это сами. Так важно, чтобы мы научились с вами, общаясь со Христом, позволять ему быть в каждых обстоятельствах нашей жизни. И вы знаете, это будет менять, и не только нашу жизнь, это будет менять жизнь всех людей, через которых Бог хочет, или к которым Бог хочет прикоснуться через нас. Пусть Бог благословит вас. И если сегодня вы, именно вы проходите этот шторм, именно вы сегодня плывете в лодке, которая, ну, претерпевает эти трудности, от этих бурь, от противного ветра, я хочу вам сказать, все, что вам нужно, опустите трап, и пускай Христос поднимется на ваш борт. Пусть Бог благословит вас.